Всем привет, с вами NDK и это курсы тестировщиков онлайн. И сегодня мы обсудим такую тему, на чём ездят айтишники, на каких транспортных средствах. Значит, айтишники, как правило, народ очень рациональный. И поэтому чаще всего они ездят на рациональных транспортных средствах. Какое самое рациональное транспортное средство? Правильно, метро. Вспоминая большинство знакомых айтишников, могу с уверенностью сказать, что несмотря на их должность и, соответственно, зарплату, почти никто из них не брезгует ездить на метро. Я считаю, это прекрасно. Ну, метро, а если в городе нет метро, то общественный транспорт какой-то. Это прекрасно, потому что метро действительно чертовски удобный вид транспорта. И люди, у которых, например, нет машины, никогда не было, они, как правило, ненавидят метро, многие, и думают, вот, блин, я тоже таким был, и думают, вот, куплю машину, всё, буду кататься, чтобы я в общественный транспорт сел. Ну, да я что, лох какой-то ездить в метро, я аж там ни хера себе айтишник, ёпта. Вот, то есть реально очень там какие-то крутые менеджеры высшего ранга тоже ездят в метро, потому что это быстро, это дёшево, это практично, это удобно. И я сам недавно ездил в офис на метро, до этого на машине. Я вам скажу, на метро просто кайфово было ехать. Людей мало, ну да, одел ту грёбаную маску, но людей мало, едешь быстро, там, туда-сюда 10-20 минут, и ты в центре, и тебе не надо там искать парковку, не надо стоять в этих дебильных пробках, и так далее. Так что метро это транспорт номер один айтишника. Идём дальше. Есть некоторая разница в автомобилях тестировщиков и программистов. Это, кстати, касается, я заметил, и машин, и телефонов в том числе. Почему-то традиционно у тестировщиков они выбирают более понтовитые, что ли, машины. Встретить тестировщика на Audi или BMW запросто. Встретить программиста на Audi или BMW не помню ни одного. Но в то же время есть программисты, которые, ну, любят лакшери, и они уже выбирают тачки такие ещё покруще, а-ля кабриолет, там какой-нибудь, может, Chevrolet Camaro, то есть Ford Mustang, вот такое тоже есть, даже у нас в парадном стоит такой Ford. И его владелец тоже, как ни странно, айтишник, программист. То есть, да, синьер-девелопер может себе позволить, в принципе, на такой машине ездить. Но это, опять-таки, исключение. В основной своей массе, поскольку айтишники народ рациональный, то они покупают рациональные автомобили. Значит, хитом здесь, наверное, будет какой-нибудь а-ля Ford Focus. Вот знаете, как этот мем? Ford Focus в кредит для офисного планктона. Вот это распространяется и на айтишников. То есть, они возьмут условно новый или, там, не очень старый, там, 3-5-летний Ford Focus с небольшим пробегом, но будут знать, что он в ближайшее время не сломается. Опять же, если это начинающий айтишник, у него денег поменьше, то он, скорее всего, первая машина будет какой-то типа 10-летней или даже более летней. Ну, типа там, может, какая-то, не знаю, Honda Civic, какая-нибудь Mazda, какой-нибудь Mitsubishi. Ну, то есть, что-то такое, до 10-ти тысяч, скажем так. Вот. Еще заметил такую штуку, что есть у руководителей высшего звена, project-менеджеров, тяга к крупным автомобилям, ну, типа, они же менеджеры, им надо какой-то серьезный там джип. Вот. Там уже идут всякие серьезные машины, там, типа, а-ля рейнджероверы, не знаю, кредитные, некредитные, но, скорее всего, бэушные, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Outlander, ну, в общем, массивная машина. Есть такая тяга. Есть еще среди айтишников немало мотоциклистов, хотя у меня таких знакомых очень мало, но они есть, вот тоже считается такая, типа, дорогая цаца, мотоцикл. Я противник мотоциклов, я считаю, это опасный вид транспорта, в наших реалиях проблематичный, с тем, как у нас ездят на машинах, то этот мотоцикл можно не заметить и случайно его сбить. Поэтому я не рекомендую. Также, конечно, среди айтишников очень распространены всякие моноколеса, гироскутеры, электросамокаты, вот этого просто валом, то есть, приезжают прямо на них в офис. И там с ним тусуются. Я эти штуки тоже не люблю, потому что они травмоопасны, на моноколесе вообще запросто можно упасть и улететь под машину. Электросамокаты, которые ездят в транспортном ряду вообще, их вообще не видно, просто их тоже сбивают. Это очень опасный транспорт, который еще и разгоняется до 60 км в час, а то и выше. В общем, не рекомендую. Значит, что бы я советовал бы? Ну, я советовал бы действительно ездить в метро, потому что это очень быстро и достаточно безопасно. И не тратить сильно много денег на крутую тачку, потому что это нерационально. Ну, типа, перед тем вы будете рисоваться, вы же айтишник, как бы, смысл. То есть, что-то среднее, что-то до 10 тысяч долларов, что-то бэушное взять и на нем кататься. Какую-нибудь японскую, скорее всего, машину. Но, может быть, немецкую. Вот. Пишите, на чем вы катаетесь. Как вы относитесь к общественному транспорту. С вами был N.D.K. Ставьте лайк, скоро новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok